Очень важно все это внедрять, потому что если просто это послушать, что Николай что-то интересное рассказал, это, конечно, здорово, но никаких результатов не принесет. Я очень надеюсь, что вот каждую неделю мы с вами, изучая какую-то тему, вы будете выбирать те вещи, которые вы возьмете себе на внедрение и внедрять. Давайте по первой половине, по личной эффективности, выпишите, пожалуйста, три вещи, которые вы будете практиковать в течение ближайшей недели. То есть закреплять навык вот из того, что мы прошли, что показалось самым актуальным для вас. Я специально даю разные техники, потому что не у каждого все срезонирует и сработает, но что-то будет полезным и ценным. Именно выберите вот три вещи, которые вы будете внедрять в течение ближайшей недели. Выберите, пожалуйста. Если вас не было, то вы прослушаете в записи, соответственно, как прослушаете, так сразу выберите. Отсекать лишнее? Отлично. Сергей, что еще? То есть вот три навыка, которые вы будете практиковать. Может быть, это вот часы пик, может быть, это минимизация прерываний, может быть, что-то еще. План с резервами? Отлично. Переключение, прерывание. Супер. Планирование. Прекрасно. Записываем в план. Так, два часа. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, внедряйте то, что вы выбрали. Вот выберите, напишите, пожалуйста, для себя. Какие книги на эту тему посоветуете? Я выложу в группе отдельно раздел с книгами, которые я рекомендую. Там, в частности, есть по личной эффективности несколько книг очень хороших. И вы также сможете туда добавлять свои книги, которые вам покажутся очень интересными, которые бы вы рекомендовали другим участникам. Это мы все с вами. Это я вам напишу. Да, отдельно. Так, хорошо. Выбрали, пожалуйста, прошу вас сконцентрироваться на этой неделе на внедрении вот этих трех навыков. То есть, не надо пытаться внедрить сразу и все. Это очень тяжело. Но выбрать несколько вещей. Группа уже есть. Да, Гуля, у нас есть группа в Facebook. Давайте я сейчас ищу удобно. Итак, давайте перейдем к личной эффективности в бизнесе. Что отличает... Что у нас отличает бизнес-среду? И мы сейчас с вами будем говорить именно о личной эффективности руководителя. Почему? Потому что личная эффективность для подчиненных, она, соответственно, в разы проще. И мы берем самый сложный вариант. То есть, если вы как руководитель сможете быть эффективным, то как подчиненный вам это будет совсем просто. Так вот, что у нас отличает руководителя? В первую очередь, это очень большой информационный перегруз, что порождает еще больший стресс. Вот напишите, пожалуйста, у кого из вас... Напишите, кто из вас руководитель. Поставьте три пятерочки, если вы руководители. Ежедневник в электронном виде тоже есть. Да, тоже есть. Так, вот много у нас руководителей. Отлично. Отлично. Кто из вас регулярно сталкивается с информационным перегрузом? Поставьте три троечки теперь, чтобы я ответы различал. То есть, на вас постоянно сыплется огромное количество информации. Надо принимать решения в условиях сильного недостатка времени. Вот, много таких. Хорошо. Ну, то есть, это плохо, но хорошо, что сейчас вы будете узнавать некие способы решения этого. То есть, что получается? Что у нас... На нас постоянно валится огромное количество информации со всех сторон. От клиентов, от поставщиков. Сотрудники прибегают с новыми вопросами. Какие-то проблемы в бухгалтерии. Надо там разрулить вопросы с логистикой. Сайт сломался и так далее. Вот со всех сторон валится гигантское количество информации. И со всем этим надо как-то справляться. И вот это огромное количество информации... Вот бывало ли у вас такое? Вспомните, пожалуйста. Когда вы составляете список дел, которые вам надо сделать. Смотрите на всю эту кучу. И такое ощущение, что это просто нереально все... Ну, как-то... Все эти дела нереально сделать. Это невероятная куча дел, которые просто с ней справиться невозможно. И создаются такое ощущение, что... Ну, как будто вот тебя со всех сторон на тебя давят. И непонятно, что с этим сделать. Как будто груз, тяжелый груз на плечах лежит. И как его сдвинуть, непонятно. Вот бывает ли такое? Это как такая крайняя стадия. Поставьте, три единички. Вот кто с таким сталкивался? Я потому что вопросов много задаю. И вы отвечаете, чтобы не понимать, на что вы отвечаете. Бывает. И это, к сожалению... Почему я про это упоминаю? Потому что, как вы думаете, вот в такой ситуации можно ли эффективно работать? Ну, то есть я понимаю, что вы умудряетесь и так работать. Но, в принципе, комфортно ли это для вас, как для руководителей, такой формат работы и для решения задач? Конечно, это не очень эффективно. То есть это не самое лучшее... Не самое лучшее ваше состояние, наверное. Вот такого постоянного стресса от информационного перегруза. И это первая точка, с которой надо что-то делать. Что именно делать? Вот здесь мы пойдем достаточно по конкретным вещам, которые я также буду просить вас внедрять в течение ближайшей недели. Первая точка – это как мы можем быстро минимизировать вот эту проблему. Быстро снизить этот уровень стресса. Потому что, когда мы просто снимем хотя бы часть вот этих проблем, у нас резко произойдет такое просветление в голове. Как будто она немножко очистилась и стала гораздо комфортнее и приятнее. Первое. Наша задача – это составить полный список всех дел и задач, которые на нас висят. То есть вот вы садитесь на работе и прямо выписываете все, что на вас висит. Позвонить такому-то, разобраться с такой-то функцией на сайте. Внедрить новую систему мотивации с сотрудниками. То есть все, 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 все выписываем. Это первая точка. То есть вытащить все из головы на бумагу. Все задачи, вообще за весь период. Зачем? Потому что первая очень важная задача – это освободить голову. Наш мозг, он очень-очень хорошо работает в режиме решения небольшого количества задач. Как мы с вами вот обсуждали про жонглера, про прерывания. Но очень плохо работает в режиме оперативной памяти. То есть когда в нем одновременно варится большое количество задач. Тогда они начинают, как вот эти тарелочки жонглера, падать и разбиваться. Мы начинаем что-то забывать, упускать какие-то детали и так далее. То есть первое – это выплеснуть все, что у вас. Да, может быть, вам потребуется на это целый день. Но это первое. То есть вытащить все, что у вас есть в голове, чтобы освободить голову. Я очень прошу вас сделать это задание, сесть и вот прям все-все-все вытащить, чтобы у вас не было такого, что вы вынуждены что-то о чем-то постоянно помнить. Потому что это, вот эта попытка постоянно помнить какие-то детали, это очень стрессово и негативно влияет на вашу способность видеть картину целиком. То есть выйти на стратегический уровень, когда вы смотрите на ваш бизнес с высоты и думаете над тем, как же этот бизнес сдвинуть глобально вперед. Как сделать так, чтобы увеличить обороты бизнеса в 10 раз. У вас просто нет времени, нет места в мозге для того, чтобы обдумывать такие вопросы, потому что он забит кучей мелочей. А надо еще обсудить с Василием Петровичем вопрос, когда ему идти в отпуск. А еще надо позвонить такому-то поставщику, оформить там возврат товара. А еще надо вот это, вот это, вот это. И начинаем все вот это. Да, как только кажется, что вылил все, вспоминается еще столько же. Вот делаем это до тех пор, пока не выплеснули все на бумагу. Это первая точка. Когда вы выплеснули все это, оказывается, что вот то, что вы мне писали, что у меня всего лишь 19 дел по работе, оказывается, что их не 19. А в 89. И с этим огромным количеством дел просто нереально справиться самостоятельно. Второе, вторая точка, что мы с вами делаем. Мы делим задачи на уровне. Первый уровень. Это текущие задачи. То есть мелкие текущие задачи, которые вообще не двигают нас вперед, а которые только поддерживают текущую деятельность. Второй уровень. Управленческие задачи. То есть задачи, когда мы управляем другими руками, другими людьми. Третий уровень. Стратегия. То есть когда мы глобально двигаем наш бизнес вперед. Так вот, что мы делаем далее. То есть мы сделали полный список дел. Второе. Разбросали их по этим трем категориям. И третье. То есть за что мы беремся. Собственно, где у нас действия. Первым делом максимум мелких текущих дел срочно сбросить себя. То есть находим возможность все, ну насколько получится, мелких текущих дел сбросить себя. Почему? Потому что это самая непродуктивная для вас, как для руководителей, трата времени. Когда вы сами, своими руками делаете какую-то рутинную работу. Это очень-очень неэффективно. Это первое, что мы сбрасываем. Если кто-то может возразить, что у меня вообще денег нет на то, чтобы нанимать других людей. И на то, чтобы они за меня что-то делали. Если у вас такая ситуация, то ставим все на паузу. То есть отбрасываем все задачи, которые не связаны непосредственно с генерацией денег. Включаемся в поднятие продаж. Вытащили немножко денег из своего бизнеса. На эти деньги взяли людей, кому сбрасываем текучку. Следующая точка. Смотрим, кому мы можем делегировать управленческие задачи. У нас с вами будут модули по управлению персоналом. А как-то эта тема оказалась не столь популярной. Кстати, напишите, пожалуйста, вот кому из вас. Сейчас посмотрим. Тема управления персоналом актуальна. То есть как нанимать финансовая мотивация, нематериальная мотивация, выстраивание карьерных лестниц и так далее. Почему-то в опросе она на очень далеком месте. Хотя обычно это крайне важная тема. Но если она для вас актуальна, вы проголосуйте за нее. А то она там в далекие края уползла. Но может быть нет. Может быть у нас всего лишь десяток человек, кому актуальны. А оставшимся 80 не столь актуальны. Хорошо. Даже если сотрудников немного, это тоже очень актуально. То есть как небольшим количеством людей делать очень много. Так вот, третья точка. Третья точка. Это смотрим, кому можно делегировать управленческие задачи. И четвертое. Сами начинаем включаться в стратегию. То есть вот такая последовательность действий. Начинается все с того, что мы все задачи выплескиваем на бумагу. Дальше отсортировываем их. Какие относятся к текучке. То есть мелкая поддерживающая деятельность. Какие к управленческим задачам. Какие к стратегическим. Первым делом сбрасываем себя с текучку. Максимум. То есть смотрим прям и разбрасываем задачи одну за другой. А на что можно сбросить это? На кого вот это? На кого вот это? И так далее. То есть задача максимум. Мелких текущих задач разбросать, чтобы вытащить, освободить свое время. Для того, чтобы это время вы могли пустить на стратегию. На зарабатывание денег, если это необходимо. Больше включиться именно в генерацию прибыли и так далее. То есть делегируем все второстепенное. Это вот первая точка, с чего нужно нам начинать в бизнесе. При этом, почему мы это делаем? Потому что очень важно понимать, где находится фокус нашего внимания. Вот сейчас, смотрите, в любом бизнесе у любого руководителя есть две категории дел. Первая небольшая категория дела, которые приносят деньги непосредственно. То есть мы понимаем, что вот я сделаю это дело и оно принесет мне какое-то количество денег. Допустим, сесть и позвонить какому-нибудь клиенту и договориться о том, что он там закупит у вас чуть больше товара. Или обработать какие-то там заявки от клиентов. Или что-то еще настроить систему генерации большего количества входящих потенциальных заказов с интернета и так далее. То есть дела, которые непосредственно влияют на количество денег в вашем бизнесе и в вашем кармане. И вторая категория дела. Это дела, которые поддерживающие, которые не приносят денег. То есть денежные дела и поддерживающие. Вот напишите, сейчас, когда вы каждый день занимаетесь, работаете в своем бизнесе, какая доля вашего времени тратится на денежные дела и какая на поддерживающие? Примерно. Примерно. То есть сколько процентов времени вы тратите своего на генерацию денег непосредственно, а сколько на обыкновенную поддерживающую деятельность. То есть поддерживающие это решение всех текущих вопросов. Работа с персоналом с текущим. Решение вопросов бухгалтерии. Работа с поставщиками, с логистикой и так далее. Сколько примерно у вас денег, времени на делание денег, а сколько на текущую поддерживающую деятельность. Вот 30-20% на деньги. 80% на текучку. Деньги 10%. То есть смотрите, друзья, вот вы сейчас сами говорите, что подавляющее большинство вашего времени вы занимаетесь не генерацией денег, а какой-то другой деятельностью текущей. И вот здесь, если вы это понимаете, то для вас сразу начинает появляться огромный пласт возможностей открываться, где вы можете, где у вас потенциал для роста с точки зрения прибыли и количества зарабатываемых денег. Начать менять это соотношение. То есть минимизировать количество дел, которые вы делаете, которые не приносят деньги. И наоборот, максимальное включение в то, что приносит деньги. То есть вот сейчас вы уже видите вот эту точку. Есть такой принцип, очень интересный принцип Паретто в кубе. Наверняка многие из вас знают правила Паретто. А знаете ли вы правила Паретто в кубе? Вот кто из вас знает? Поставьте три троечки, если вы знаете, и три двоечки, если не знаете. Принцип Паретто в кубе. Базовый принцип 20 на 80 многие знают. А вот принцип Паретто в кубе это гораздо более интересная вещь. То, что не так на поверхности, но то, что гораздо более важное для нас с вами, как для руководителей бизнеса. Этот закон, он не столь актуален для большинства людей, у кого немного задач. Но для руководителей бизнеса, на ком висит гигантское количество дел, он очень важен. Так, многие не знают. Это очень хорошо. Значит, для вас это будет прорывное решение. Прошу вас вооружиться ручкой и бумагой, потому что сейчас потребуется немножко поработать с цифрами. Но я обещаю, что это для вас будет очень ценная работа. Итак, что гласит классический принцип Паретто? Что у нас есть 20% дел, которые приносят нам 80% денег. То есть мы, как руководители, если возьмем все те задачи, которые на нас висят. Вот мы написали список дел. Допустим, там... Давайте вот прикиньте, если вы будете выписывать ваш список всех дел, которые на вас висят. Сколько примерно там будет дел? Примерно. То есть сколько пунктов будет в этом списке? Все дела, задачи, идеи, которые на вас висят у вас в голове. Сколько это будет? 200 задач. Так. 100. 50. Больше 100. Скорее всего, это будет около 300. Обычно в среднем эта цифра начинает колебаться в интервале 100-300 задач. То есть очень-очень действительно большое количество. И это если вы еще не сели подумать. Потому что дальше они как Змей Горыныч. Вы будете одну задачу писать, и еще три у вас будут рождаться сразу. Одну голову рубите, и еще три появляются. Потому что, когда вы на все это будете смотреть списком, у вас еще будет родиться куча идей. О, а еще бы хорошо сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И они начнут еще плодиться. Но, допустим, у нас там 100 задач. Из этих 100 задач у нас есть 20%, то есть 20 задач, которые принесут нам 80% денег. Но это правило Паретто, ведь к оставшимся 20 задачам точно так же мы можем применить это правило Паретто. И из них выбрать свои 20% самых актуальных. Согласны? Сколько будет 20% от 20 задач? Сколько будет? Давайте мы так для простоты берем, что у нас всего 100 задач. Соответственно, 20% это, да, получается 4% задач принесут нам 80% от 80 задач. Это сколько? Сколько они нам принесут? То есть 4% дел принесут нам 80% от 80. Сколько денег принесут? Да, 4 задачи, правильно, 64. Да, то есть 80, ой, прошу прощения, 4% наших дел принесут 64% денег. Теперь к оставшимся 4% делам. Давайте из них вычленим самые актуальные, самые важные. К ним применим еще раз третья итерация Паретто в кубе. Еще раз применим правило Паретто. То есть 20% от 4%. Это сколько получается? Ну да, это получится 0,8. Округлим 1% дел принесет нам сколько процентов результатов? 80% от 64% денег. Сколько получится? 80, да, правильно, это получится примерно 52%. 52%. То есть, друзья, смотрите, я понимаю, кто-то может быть запутался сейчас в расчетах, но вот сейчас на экране вам отображаю. То есть, смотрите, всего лишь 1% дел, которое мы делаем, приносит 50% денег. Еще раз, только 1% того, что мы делаем, принесет нам половину всех тех денег, что мы зарабатываем. И это очень важный инсайт, который, я надеюсь, у вас сейчас произойдет или происходит. Если вы это понимаете, то какие две задачи перед нами встают? Давайте вот напишите мне сами. Какие две важнейшие задачи у вас, как у руководителя, стоят? Перед вами, как руководитель, который обязан двигать бизнес вперед, развивать его, увеличивать прибыльность. Первое. Найти этот 1%, но это очень тяжело, потому что всегда стоит вопрос, а что же за 1%. Есть вторая задача. Она попроще и более актуальна для нас с вами. Помимо этого, да, вычислить золотую рыбку – это первое. Дальше. Может быть, скорее всего, у вас сразу не получится вычленить 1%. Но давайте хотя бы сосредоточимся на 20%, которые для вас очевидны. Может быть, вы сразу не сможете найти вот этот 1%. Хотя это очень важная задача на самом деле, друзья. То есть находить в своей работе, а что же вот этот 1%. И здесь вспоминаем Родена, вспоминаем технику Родена. То есть в чем заключается техника Родена. Как найти этот 1%? В первую очередь отсекать лишнее. В первую очередь осмотреть, да, убирать все лишнее. То есть смотрим, очень часто мы делаем те вещи, которые здраво, на них посмотрев. То есть мы делаем какие-то вещи, допустим, приходим на совещание, совещаемся в каком-то отделе с какими-то людьми по полчаса, по часу. А если здраво подумать, а может быть, это вообще не нужно делать. Может быть, эти задачи, эта трата времени вообще не приносит нам результата. И вот так вот шаг за шагом надо отсекать все лишнее. То есть вот этот самый простой подход. То есть выбрасывать все эти задачи, которые очевидно, сначала которые очевидно не тратят наше время, не двигают нас вперед, а просто тратят наше время. Затем просто по мере, о чем я вас прошу в первую очередь, начать осознанно к этому подходить, к трате своего времени. Что здесь есть очень хороший вопрос. Что каждый, когда вы сидите, погрузились в какой-то, чувствуете, что вы погрязли в текучке повседневной работы. Остановиться и задуматься, а вот то, что я сейчас делаю, это 1% самых важных дел, ну или хотя бы 4%, или пусть даже хотя бы в 20-ку самых ценных дел он входит 20%. И если ответ четко нет, все, хватит это делать, хватит заниматься ерундой. Позвольте себе сосредоточиться на самом важном. И проще всего идти в первую очередь от отсечения лишнего. Затем, как понять вот самые важные дела? Опять же, вот по этой технологии, что я сказал. Сначала отсечь текущую мелкую работу, потому что текущая работа вообще не двигает нас вперед. Она именно потому и называется текущая. То есть она поддерживающая работа. Она только поддерживает текущее состояние, но никак не сдвигает нас вперед. Хорошо, надеюсь, что вот это правило, принцип Паретта в Кубе сейчас сделает вам такое небольшое просветление в голове. И надеюсь, в ближайшую неделю вы проведетесь с гораздо большей осознанностью в плане того, куда вы тратите свое время. Мы с вами дальше в Клубе уже на следующей неделе будем обсуждать гигантское количество вещей, которые вам нужно будет сделать для того, чтобы начать развивать свой бизнес, либо ту компанию, где вы работаете, вперед начать двигать. И вам очень потребуется время. Если меньше процента, клиенту приносит 52% денег. Это очень неустойчивый бизнес получается, клиентозависимый. Ольга, здесь вопрос в том, что куда мы начинаем внедряя, фокусировать свое внимание. Это, конечно, если у нас всего 20 клиентов, то там из 20 клиентов вычленить 1% тяжело. Это получится 0,2 клиента. То есть там, конечно, надо чуть больше брать. Но на большой статистике это получается примерно так. То есть если у нас 1000 клиентов, из 1000 клиентов у нас имеется 1-2 десятка самых ценных, которые дают, например, на те самые 80-90 или хотя бы половину денег. И это что значит? Это значит, что наше личное внимание, как руководители бизнеса, мы должны не распылять по всем клиентам. Пусть мелкими клиентами занимаются помощники, отделы и так далее. А свое внимание чутко начинаем фокусировать на этих 10-20 топовых клиентах, то есть 1%, и вкачивать свое время и внимание, которое самое ценное и самое продуктивное во всем бизнесе обычно, внимание руководителя и собственника. его вкачивать именно в этот самый топовый процент. Может быть, конечно, не получится сразу попасть в 1%, может быть 4%, может быть, пусть хотя бы 20%. Но вот эта осознанность в выборе того, чем заниматься, от чего наоборот отказаться, на мой взгляд, дает колоссальный прорыв в эффективности и в результативности бизнеса, что ты начинаешь понимать, что, ага, вот я могу, например, мы сейчас вот разрабатываем стратегию развития нашего бизнеса оптового, как нам увеличивать обороты. И у нас в повседневной работе около полутора тысяч клиентов в B2B сегменте. Я сейчас не говорю о розничных клиентах, а вот именно B2B. И мы именно выбираем вот этот самый 1%. То есть это правило, его можно переложить уже на конкретные действия. 1% клиентов, 1% людей, которые у нас работают. Может быть, не один, можно чуть увеличить. Пусть это будет 4%. Мы когда будем говорить с вами о персонале в нашем клубе, я обязательно буду фокусировать ваше внимание на понятии ближний круг. То есть нам нет никакого смысла в нашем бизнесе равномерно тратить время на всех сотрудников. Нам нужен ближний круг 5-7 человек, те самые 3-4-5% людей, ну, может быть, чуть больше, если фирма маленькая, на которых мы начинаем фокусироваться, в которых мы начинаем вкладывать силы, энергию, время, деньги в их обучение и их руками развивать свой бизнес. Хорошо, надеюсь, это правило будет существенно, вам поможет. Что еще вам поможет определить, на что фокусироваться? В 80% времени желательно фокусироваться на трех точках. Это генерация потока новых клиентов, то есть задачи, которые позволяют нам увеличивать поток входящих клиентов, особенно самых ценных клиентов. А вторая точка – это продажи текущим клиентам, опять же топовым. И третье – расширение линейки продуктов. Это не универсальный ответ, конечно, зависит от типа бизнеса, в котором вы находитесь, но примерно обычно это вот так вот. Вторая точка, то есть где надо минимизировать, что отсекать, это поддерживающая работа типа бухгалтерия, общение с клиентами, логистика, технические задачи, сайт, юридические вопросы и так далее. То есть все то, что не двигает вперед, а просто является обслуживающей деятельностью. Конечно, не получится вообще этим не заниматься, но минимизировать можно, минимизировать за счет своего времени, за счет сбрасывания на других. Следующая точка в личной эффективности руководителя – это ограничение доступа к телу. Это очень важный момент, потому что давайте я вас спрошу, как часто к вам прибегают ваши сотрудники с разными вопросами. Часто ли такое бывает, что ваши сотрудники прибегают к вам и говорят, «О, Василий Петрович, или как вас зовут? нужно, там, вот такая задача, не знаю, что делать, как поступить?» Часто ли такое бывает? Так, постоянно, 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 ага, отлично. Ну, то есть плохо, но хорошо, что у вас это встречается, потому что, надеюсь, что вот эти вещи вас в этом плане сдвинут. Почему это плохо, мы уже обсудили. То, что они тратят ваше время, но помимо этого, помимо этого, даже если маленькая компания, в чем большой минус? В том, что вот эта возможность прибежать к руководителю и в любой момент задать вопрос, она приводит к очень неприятному моменту, что люди отучаются думать сами. Начинает формироваться идеология, «Ты начальник, я дурак». То есть, почему мне самому думать и принимать решение, и брать на себя ответственность? Я к тебе прибегу, и вот ты мне скажи, что делать. И если потом будет не так, я на тебя все свалю. Вы же мне так сказали. Поэтому я чего, я ни при чем, это вы мне так сказали. И как это минимизировать? То есть, это нам нужно не только с точки зрения того, что это касается и маленьких бизнесов тоже. А вот Евгений спрашивает, это только для всех уровней или для самых топовых? Это касается, начиная с самого маленького уровня, когда у вас 2-3 подчиненных. То же самое. То есть, нам наша задача, как руководители, главная задача руководителя. Как вы думаете, вот какая главная задача руководителя? Именно как руководителя. Что значит руководить? Вот какая главная функция руководителя в бизнесе? Как вы думаете, организация? Поставить задачу, руководить. Ну, а что значит руководить? На мой взгляд, главная задача, это обучение людей. То есть, главная задача, это обучение людей. То есть, ну, и контроль, разумеется, тоже, но обучение людей, то есть, это одна из главных функций руководителя. То есть, наша задача, наша, если мы этого не делаем, мы плохой руководитель. То есть, как определить, хороший руководитель или нет. Люди рядом с ним растут, развиваются, начинают лучше функционировать, ну, лучше выполнять свою работу. Значит, он хороший руководитель. Ну, это не единственный фактор, но если этого нету, если люди рядом с руководителем не растут, не развиваются, а продолжают бегать к нему по любым вопросам, это значит, он плохой руководитель. Как нам не обидно это слышать? И, если мы это понимаем, то, соответственно, вот эта ситуация нас не должна устраивать. Так, куда их девать потом обученных? Вот Евгений спрашивает. А куда их девать потом обученных? Вот они стали такими умными, и им с нами, дураками, неинтересно. Что же делать? Они сами уходят. Вот что же делать, как вы думаете? Что делать? Это хороший вопрос, правильный. Если мы людей учим, и они уходят. Бить их, учиться самому. Да, мы должны развиваться быстрее них. То есть, смотрите, решение в том, что люди развиваются, но мы развиваемся намного быстрее. То есть, ваша задача – расти намного быстрее, чем люди рядом с вами. Чтобы у них, хотя они растут, конечно, но при этом они видели, что вы растете еще быстрее, и им хотелось тянуться за вами. И быть рядом в вашей команде, в вашем ореоле, в вашем окружении. Потому что для сотрудника самое главное, для человека, который работает на кого-то, на мой взгляд, это начальник. То есть, выбирать работу, в первую очередь, надо по руководителю, который понимает свою функцию как руководителя, как наставника. То есть, когда ты идешь работать куда-то, то первым делом смотреть не на соцпакет, не на бонусы, которые там будут, не на карьерный рост и что-то еще, а на непосредственного начальника, с которым ты будешь проводить много времени. Этот человек понимает свою функцию наставника и учителя? Или нет? Если он не понимает, не стоит работать с таким. Если понимает, вот это главное. И ваша задача, мы с вами будем про это говорить, когда про персонал будем обсуждать, поэтому я сейчас вкратце это буду упоминать. Ваша функция наставника очень важная. Так вот, в примере с людьми, когда они прибегают к нам, вспоминаем, что наша функция наставника, мы не можем позволить, эта ситуация ненормальная, что люди постоянно прибегают. Как ее исправлять? Три шага, три точки вот сейчас, на которых хочу вас сфокусировать. Первое. Вопросы только в отведенное время. То есть убираем возможность в любой момент прибежать к вам задать вопрос. То есть говорим следующее, что, ребята, если вопрос не уровня, что пожар, там все вот горит прямо сейчас, разваливается, то все вопросы задаем с утра на планерке в 10 утра. Копите их, записывайте, задаем в 10 утра. Все. Вот с 10 до 11 с утра можно подойти ко мне с вопросом. Все остальное время меня ваши вопросы не волнуют. решайте их сами. Либо ждите до утра следующего дня. Это первое. Это первое. То есть первая точка. Второе. Когда вы приходите с вопросом, когда к вам, даже давайте вот с другой стороны, когда к вам прибегают с вопросом, вот это все мои сотрудники знают, такую особенность. Первый же, как только человек пришел с любым вопросом, первый вопрос, который он услышит в ответ, а ты сам как думаешь? Допустим, приходит человек и говорит, вот у нас проблема, клиент жалуется на то, что мы ему поставили товар, а товар оказался бракованным, что делать, я не знаю. Ну, хорошо. А как ты сам думаешь? Что вы предлагаете? Хорошо, я тоже не знаю, что вы предлагаете. Что вы предлагаете делать? Как вы думаете, что делает этот вопрос? Зачем мы его задаем? Как ты сам думаешь? Как вы сами думаете? Что делает этот вопрос? Почему он очень важен? Заставляет, да, заставляет людей. В первой, самое главное, он заставляет их заранее думать о решении задачи. И вот этот запуск функции думания у сотрудников, он очень важен. Потому что пока мы позволяем прибегать к себе в любой момент, мы у людей стимулируем отношения «я начальник, ты дурак». В смысле, ты начальник, я дурак. И то есть мы сами, по сути, давая возможность в любой момент задать нам вопрос и давая им подробные ответы, мы сами людей расхолаживаем и деградируем их. И обратная ситуация. Каждый раз, когда мы задаем такой вопрос, они быстренько привыкают, что им придется давать ответ и начинают заранее думать. То есть прежде чем прийти, потому что каждый раз, когда он приходит и без варианта ответов, он попадает в неловкую ситуацию. Потому что он вспоминает, что оказывается, надо же ответы знать. А тут он пришел без ответа и получается, что он пришел непонятно зачем. туда-сюда сбегал, там пошел обратно. И вот это, вот это начинает очень быстро развивать ваших людей. Конечно, не всегда и не сразу это получится, но когда вы начинаете это постоянно практиковать, там в первый раз не получилось, второй, третий, на десятый раз они начинают привыкать и начинают, и у вас начинает очень серьезно расти ваша организация. именно в плане компетенции, ответственности людей, что они начинают сами думать, сами искать решения. Многие вопросы начинают отпадать, потому что они их сами решают. И вам не надо тратить столько времени, потому что одно дело, к вам пришел сотрудник и говорит, у нас сломался сайт, чего делать? И вы начинаете объяснять, слушай, надо позвонить вот этому, а потом разобраться вот в этих вопросах, а еще проверить вот это и вот это. И вот вы 40 минут объясняете, чего надо сделать. Другой вы говорите, слушай, а ты сам как думаешь? Ну, я не знаю. Ну, иди подумай. Приходи, когда придумаешь. Приходит, говорит, я думаю, что надо позвонить такому-то, выяснить вот это, сделать вот это и проверить вот это. Отлично, молодец, еще делай. Иди делай. Еще вот это проверь. И все. То есть мы вместо того, чтобы тратить кучу времени, человек сам подумал, нашел какие-то решения, мы лишь корректируем это решение. Как правило, в большинстве ситуаций оно будет нас устраивать. Все, иди делай. И все. Вместо того, чтобы тратить кучу своего времени на объяснение, мы говорим просто, ну, одобряем. Молодец, все, иди делай. Ну, и вносим, может быть, какую-то корректировку. Так, Ольга пишет, второй пункт больше подходит. Первый вариант пока рискованный очень. Бывают неотложные дела. Ольга, они бывают, но намного реже, чем они прибегают. То есть тогда ограничьте список вопросов, по которым можно к вам прибегать. То есть неотложные дела. Тогда говорим, что ко мне можно в любой момент подходить только вот по следующему ситуации. Если произошло вот это, либо вот это, либо вот это. А вот по таким-то вопросам можете прямо чертить самые популярные вопросы, с которыми к вам прибегают, но они не очень срочные. Вот эти вопросы решайте сами, пожалуйста. Ко мне не прибегайте. И все. Они будут, конечно, люди, если вы их приучили к такой ситуации, что к вам можно всегда прибежать, особенно если вы как небольшая фирма сидите рядом, то люди будут пытаться от этого отбрекаться, потому что люди стараются, человек стремится к состоянию покоя, к сожалению, ну большинство людей. То есть они стремятся минимально напрягаться, поэтому они будут всеми силами брыкаться, что ну я не знаю, ну а вдруг я неправильно скажу, а давайте лучше вы мне скажете, а давайте так не будем делать. Но, ну, людей к счастью надо пинать к светлому будущему. То есть сами по себе они действуют закон энтропии, то есть все само по себе, все начинает разваливаться. То же самое и люди. Если мы даем возможность, они начинают расхолаживаться, халтурить, меньше работать, менее эффективно, менее качественно, меньше брать на себя ответственности и так далее. То есть к этому надо одна из функций руководителя принуждать к эффективной работе. Вот еще раз, опять, когда будем говорить про управление, будем это затрагивать, одна из функций руководителя принуждать людей к эффективной работе. Почему? Потому что сами себя они принуждать не умеют. То есть если человека оставить самого по себе, он не сможет эффективно работать, потому что будет масса прерываний, масса отвлекающих факторов, он захочет поспать, поесть, покушать, там еще поболтать с кем-то и так далее. Третья точка. Третья точка это уже стратегическая точка, которая даст прорыв, когда вы выйдете на уровень того, что будете регулярно и часто находить какие-то создавать, запускать какие-то новые проекты. Так, вот вернусь к вопросу. Елены, если человек говорит, что так ничего и не придумал, иди, иди придумывай. То есть то, что, смотрите, если он вообще ничего не придумал, то есть пришел, и ничего не придумал, это значит, что он просто вас посылает. Вот давайте будем откровенны. То есть это он вас игнорирует. То есть, как минимум, какие-то варианты он точно должен придумать или хотя бы сказать, ну, можно вот так, так, так. Может быть, они будут не очень правильные, вы их скорректируете. Но, если он приходит, говорит, а я не знаю, это значит, что он вас посылает. Вы поставили задачу подумать и найти варианты. Но если это не архи сложная задача, типа, изобрести там атомную бомбу, а что-то более-менее простое в вашем бизнесе, и он приходит, что я не знаю, это значит, что он просто говорит, мне плевать на то, что ты от меня хочешь, чтобы я думал. Я не хочу думать. Я дурак, а ты начальник. Вот сиди сам и думай. То есть это, на самом деле, это вот к вопросу о власти в бизнесе. Это надо и воспринимать так. Это не то, что он не может подумать. Нет. Это надо воспринимать именно так, что вас неявно посылают. И это уже удар по вашей власти и авторитету. И дальше вопрос, позволите ли вы, чтобы вас посылали, особенно публично, если еще и другие люди это слышат, или нет. Разумеется, это нельзя позволять ни в коем случае, особенно публично, когда другие видят, что, о, а этот его послал, и ничего страшного. И начальник сказал, ну ладно, я сам разберусь. Но такого, конечно, не стоит допускать. или забыл придумать, да, то есть, хорошо, идите думайте. Не можете придумать, идите думать, посовещайтесь с кем-то, решайте вопрос. Если снова несколько раз приходит, регулярно посылает, вы знаете, ну, наверное, вы не справляетесь со своей должностью, раз не можете решить этот вопрос. Давайте поднимать, ставить вопрос иначе. И, ну, то есть, понимайте просто, что, когда человек говорит, что я ничего не придумал, это не значит, что он ничего не придумал. Это значит, что он не хочет напрягаться, он пытается проигнорировать вашу попытку, заставить его думать. Так, хорошо. Хорошо. Третий вопрос. У кого из вас, кто вышел уже на такой уровень, что вы более-менее регулярно запускаете новые, серьезные направления в вашем бизнесе, может быть, даже новые бизнесы? Ну, может быть, там, раз в квартал, раз в полгода. Или, может быть, это новые направления, то есть, в которых, которые достаточно большие в вашем бизнесе. Может быть, новые, вы всегда торговали, допустим, чем-нибудь там, в оптом, а запускаете розничные направления. Может быть, запускаете интернет-магазин, может быть, наоборот, там, розничный магазин открываете. Может быть, там, выходите на какую-то новую, создаете продуктовую линейку, либо что-то еще. То есть, у вас запускаются новые, более-менее крупные проекты в вашем бизнесе, которые надо делать и решать. Так, ну, немного здесь таких пока, по крайней мере, пока не очень вижу, но расскажу мой подход. Надеюсь, он вам будет полезен. У меня подход следующий, что всегда, как только есть какая-то новая идея, бизнес-идея, что можно взять там и сделать вот это, или вот это, или вот это. Первый вопрос, это не как ее реализовать, не там, что нужно сделать, а первый вопрос, кто будет руководителем этого проекта, кто будет драйвером этого проекта и двигать его вперед. Вот это первый главный вопрос, особенно, когда мы запускаем какой-нибудь новый бизнес. Вот у меня несколько проектов, достаточно крупных, в которых я учредитель, и везде в каждом проекте есть свой драйвер, свой, ну, формальная должность может быть разной, где-то это генеральный директор, где-то это исполнительный директор, где-то может там руководитель проекта называться, но человек, который будет двигать этот проект вперед. Если ответ я, то есть я, этот проект буду двигать я лично, то есть чтобы он двигался вперед, я должен вкладывать в него массу своих сил и энергии. Я такой проект даже не запускаю и не рассматриваю, пока не найду человека на него. Почему? Потому что тогда этот проект будет генерировать еще огромное количество мелких текущих задач, которых на вас, скорее всего, и так не мерено. и получится, что создавая этот проект, вы еще глубже будете тонуть в трясине повседневной текучки. Поэтому вот этот вопрос, то есть кто будет делать, это может быть и что-то небольшое. Допустим, вы хотите запустить какую-нибудь рекламу в Яндекс.Директе для того, чтобы привлекать больше людей. Вопрос, кто будет заниматься этой рекламой? Есть ли такой человек? Или вы сами будете сидеть и заниматься настройкой слов ключевых, подбирать слова, подбирать стоимость и так далее. То есть кто? Вот не что делать, а кто будет делать? И дальше руками этого человека развивать этот бизнес. Но у меня такой подход, он работает достаточно неплохо, и этот же подход я вижу у многих других успешных предпринимателей. не что делать, а кто будет делать. Эффективное делегирование. Эффективное делегирование. Несколько моментов. Смотрите, первое. Делегируйте сначала не проекты, а задачи. То есть проект подразумевает большое количество задач. Вот очень часто у нас проблемы с делегированием. Вот у кого из вас часто такое бывает, что вы хотите поставить какую-то задачу подчиненному, а потом думаете и решаете, да ну я лучше сам сделаю. Проще самому сделать. Вот такая фраза, у кого часто в голове мелькает. Да проще самому сделать, чем им поручать, а за ними переделывать 20 раз придется, а не накосячат, напортачат, сделай все не так. Часто такое бывает. Так вот, в чем тут загвоздка, что очень часто мы ставим задачу на нашем уровне, а не на уровне развития человека. То есть, что это значит? Значит, что человек находится на уровне каких-то решений примитивных задач. То есть, мы, допустим, допустим, мы говорим нашему сотруднику, слушай, надо найти поставщика на такой-то продукции, иди ищи. Для вас это рутинная задача. Для вас очевидно, что надо сделать. Надо залезть в интернет, вбить такую-то фразу, найдется два десятка контактов, надо их все выписать, позвонить им, узнать, какие у них цены, сравнить друг с другом, выбрать самых лучших и представить три лучших вам. Для вас это очевидный простой процесс. Чего тут сложного? Сел, за полдня все ты сделал. А для сотрудника это вообще нереальная задача, потому что он задачи такого уровня никогда не решал в принципе в своей жизни. И ему бесполезно давать задачи на таком уровне. То есть, ему надо ставить не проект, а задачу. То есть, декомпозировать проект, до его уровня. То есть, ему надо ставить задачу примерно следующим образом. Так, тебе задача номер раз. Заходишь в Яндекс, вбиваешь какие-нибудь квадратные газонокосилки оптом, находишь первых 20 контактов, выписываешь их в единую табличку 20 контактов. Потом приходишь, я тебе ставлю следующую задачу. То есть, снижаем уровень задачи до очевидного для сотрудников. То есть, очень часто мы ставим задачи на своем уровне, но которые для сотрудника нереальны, потому что он до этого еще не дорос. Это как человек, который, допустим, занимается год в спортзале, дает тяжелую штангу поднять новичку. он в принципе не может ее поднять, не его уровень. И также и здесь. То есть, смотрите всегда на каком уровне вы ставите, какой сложности вы ставите задачу сотруднику. Очень часто вы даете проект, который состоит из большого количества задач и сотрудник в принципе такой осилить не может. Проекты даем только самым продвинутым, тем, кто ставит задачи. Затем проект разбиваем или декомпозируем на мелкие задачи. Совершенно верно. и ставим задачи одну за другой. Обязательно делаем промежуточный контроль. Вот здесь есть популярная российская проблема. Есть русская модель исполнения задач. Она заключается в следующем. Что мы ставим сотруднику задачу, допустим, особенно с фрилансерами это популярно. Мы ставим задачу, что надо сделать какую-нибудь страничку для сайта. Спрашиваем, сколько тебе времени займет это сделать. Он говорит, неделю. Сегодня понедельник, в пятницу все будет готово. Отлично. За неделю точно справишься. Точно, да, хорошо. Дальше, что мы подразумеваем, что он каждый день будет ее по чуть-чуть делать. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, к пятнице все нам сдаст. Что происходит на самом деле, когда мы вот так ставим задачу сотруднику? Когда даем более-менее большую задачу и ставим на нее срок, например, неделю. Будет ли он каждый день ее по чуть-чуть делать? или будет как-то иначе делать? Да, точно. То есть, до четверга никто ничего не делает, потому что, столько времени еще впереди, чего напрягаться. В пятницу утром совершается трудовой подвиг. Он сидит всю ночь, весь день. Естественно, до конца задачу не доделывает, но приносит нам и показывает. Вот задача на 97% сделана. Криво-куса, но как-то сделано. Вы думаете, ну, 3% осталось. Осталось всего лишь заголовок в сайте поменять. Говорите, ну, давай, доделывай, все хорошо. И оставшиеся 3% делаются еще 2 недели после этого. Вы мучительно добиваетесь от сотрудника, чтобы он доделал все-таки эту несчастную задачу до конца, какие-то мелкие детали в ней. Это примерно вот такая русская модель исполнения задач. Это надо понимать, что вот на постсоветском пространстве это встречается сплошь и рядом. Как этого избегать? Вот сталкивались ли с таким? Напишите, пожалуйста, у себя, что вы ставите задачу и потом потом думаете, что он делает, а он ни хрена не делает человек. Как этого избегать? Обязательно нужен промежуточный контроль. То есть мы обезуем человека, если задача длинная, несколько дней, а тем более недель, а уж не дай бог месяцев вообще, обязательный промежуточный контроль. То есть каждый день приходишь и отчитываешься, что ты сделал. То есть зачем? Чтобы не произошло такого, что он будет делать все только в четверг. А это принцип сессии. Вот наверняка многие из вас сдавали сессии в институтах. Вспомните, как вы сдавали сессии. Вы честно в течение всего семестра ходили на лекции, на семинары, все записывали, учили и подходили подготовленными и легко сдавали, либо накануне за 1-2-3 дня заваливались учебниками и делали все в последние в последние дни. Вспомните, как у вас сессии проходили обычно. Ну, в основном, в основном, я понимаю, что бывали исключения, когда вы все-таки иногда ходили на лекции. Но, как правило, конечно, большинство студентов, они особо никуда не ходят. Так вот, задача следующая, что делать такие сессии нашим сотрудникам постоянно, каждый день. То есть как только мы вот это контроль ослабляем, оно начинает все разваливаться. Многие вспомнили и решили, что лучше не вспоминать, как это делало, как это происходило. Диплом делал за неделю, вот-вот. Понимаете, что ваши сотрудники точно такие же. Обязательный промежуточный контроль и конкретные результаты. То есть запрашиваем конкретные результаты, что именно сделано. То есть тратьте хотя бы очень хорошо работает следующий формат. Когда по ключевым людям, по крайней мере, каждый день в конце, вот буквально пять минут, твоя задача отписаться, что конкретно ты сделал. Вот я, например, в консалтинге, в персональной работе, когда я помогаю, вот лично я веду некоторые проекты, когда лично помогаю компаниям увеличивать продажи, развиваться и так далее, мы работаем с руководителями. Это обязательное условие, что они постоянно мне отчитываются, пишут отчеты, что сделано из тех задач, которые вот мы проговорили, что они внедрили. Результат, разумеется, тоже, промежуточный контроль, но контроль, именно мы требуем контроль результата, то есть не то, что ты делал, иначе они будут говорить следующее, что я работал над задачей, хорошо, что конкретно сделано, конкретный результат, сколько отусланы писем, сколько там сделано звонков, сколько, покажи, какая часть сайта уже сделана и так далее. Дальше, дальше идем, так, я диплом делал за неделю, презентацию в ночь сдачи, это была не шарага, а вышка, но вы не одиноки, многие так делают. Хорошо, дальше, если несколько раз одна и та же задача делается криво, обязательно к ней прописываем инструкцию, то есть, чтобы если вам несколько человек с одной и той же проблемой приходят, прописываем инструкцию, и всех ознакомливаем, что в этой ситуации делаем так, 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 так. При этом даем действовать самостоятельно и делать ошибки, то есть, не стремитесь сделать так, чтобы люди не допускали ошибок, наоборот, пусть они их делают, то есть, что значит давать делать ошибки, не наказывать строго за ошибки, когда человек проявил инициативу и наоборот, ну, вот мы, когда управление будем проходить, с вами будем эти нюансы изучать, строго наказывать, когда человек знал, что делать, но не сделал, вот в этом случае наказываем строго, а наоборот, когда он проявил инициативу, но получилось не так, как надо, за это поощряем, потому что молодец, проявил инициативу. Если у нас работа сложная, то есть, бывают такие возражения, что, ну, это все хорошо, но если у меня задача тяжелая, нужен серьезный эксперт, тогда любую сложную задачу можно разбить на маленькие участки, в которых есть простая рутинная работа и только какой-то один узкий, ну, там, сложный участок и разбиваем на простые шаги, по этим простым шагам, соответственно, эти простые шаги делегируем более дешевому персоналу, а на самый сложный участок сажаем высоко квалифицированных людей. Это, в частности, один из принципов построения трехшагового отдела продаж. Напишите, пожалуйста, у кого из вас есть отделы продаж в вашем бизнесе, есть ли такие подразделения, многим ли актуально, потому что это вот та точка, где можно очень быстро вытащить существенное количество денег. У нас даже есть такая очень популярная услуга, называется встряска отдела продаж, когда у нас наша команда выезжает и целую неделю один-два человека прям постоянно сидят с отделом продаж и они такие рекорды ставят за неделю, трехмесячный объем продаж делают. Так вот, это если так, если есть и актуально, ну вот пока вижу, что немногим это актуально, если актуально, проголосуйте в нашей группе, чтобы не понимать, много ли таких людей. Это очень важная точка, то есть выстраивание правильного отдела продаж. К сожалению, он интуитивно большинством предпринимателей строится неправильно, неэффективно. Такой отдел продаж, в котором, ну, если вы его строите неправильно, когда классически там несколько продажников, которые сразу все делают и там холодные звонки, и работа с текущими клиентами, и входящие звонки, и повторные заказы и так далее, то все очень постоянно разваливается. Идет увод клиентской базы, они начинают звездеть и так далее. Надо выстраивать конвейер, совершенно верно. Совершенно верно. уход вместе с базой, да, то есть это та точка, где и много денег лежит, как правило, на поверхности, если правильно поставить продажников, и, в общем, не так сложно это сделать. Будем с вами обсуждать чуть позже в нашем клубе. Поехали. Поехали дальше. Что не должен делать руководитель? Отвечать на звонки, выписывать счета, готовить договора, производить оплату самостоятельно в интернет-банке, вести финансовый учет, готовить закрывающие документы для клиентов, заниматься поставкой материалов, производством продукции, сайтом, интернет-магазином, лично выполнять заказ и оказывать услуги, решать текущие вопросы с поставщиками, арендодателями и так далее, заниматься рекламой. Посмотрите вот этот список. Я думаю, уже многие из вас что-то найдут, чем вы до сих пор продолжаете заниматься. Это вот то, откуда надо вытаскивать себя. Если, Ольга пишет, если всего три продажника, но три продажника это уже вполне себе функционирующий отдел. То есть, три человека это уже группа. Два человека еще не группа, три человека уже подразделение, с которым стоит работать. Посмотрите вот на этот список и вычленить те дела, которыми вы продолжаете заниматься самостоятельно. И если вы видите, что столько вещей, то встают два вопроса. Первый, чего же делать мне как руководителя? Второй, а кто же все будет это делать? И вот здесь мы приходим к еще одной точке, которую я советую вам как предпринимателям пройти как можно скорее. Это вопрос первый человек, который вам нужен. Как вы думаете, вот какой человек вам больше всего нужен в вашем бизнесе? ответ не Юрий Гагарин, это я картинку подобрал как первый человек, но тот, кто вам наиболее актуален. Как вы думаете, какой человек вам нужен? В первую очередь. в первую очередь. Точно. Первым делом вам нужен персональный помощник, на которого вы будете сбрасывать огромное количество мелких, рутинных задач, которые на вас сваливаются. Например, те же задачи подготовить, выслать кому-то какие-то документы клиентам, поставщикам и так далее. Кому-то позвонить, что-то выяснить, проконтролировать что-то, потому что контроль тоже можно делать чужими руками. Например, те же самые контроль исполнения задач. Вы можете делать сами, а можете поручить вашему помощнику, что проверить вот это, вот это, вот это, вот таким-то образом по такому-то чек-листу. ответы на звонки, ответы на ваш телефон и так далее. Не секретарь. Секретарь, как правило, это очень такой специфический понимается в России, что секретарь, это человек, который отвечает на звонки, может факс принять. Нет, речь именно о персональном помощнике, на котором вы будете сбрасывать широкого спектра задачи рутинные. То есть, они могут быть именно самые разные. То есть, это может быть и, допустим, разобраться в каких-то там вопросах с интернет-магазином тем же самым или прозвонить каких-нибудь поставщиков и так далее. И, ну вот, если нету финансовой возможности, пока дешевле самой, то это вопрос в том, что у вас пока бизнес работает крайне неэффективно. И, если такая ситуация, то мы в начале я про это говорил, если нет денег на то, чтобы сбрасывать с себя мелкие текущие задачи, тогда первым делом включаемся, останавливаем, ставим все на паузу. То есть, если вы пока не можете себе даже позволить сбросить небольшую часть задачи, то есть, нет лишних нескольких десятков тысяч рублей в бизнесе на это, тогда первая задача просто останавливаем всю деятельность, кроме той, что приносит деньги. Включаемся полностью в это, зарабатываем дополнительно деньги в вашем бизнесе, вытаскиваем их, на это сбрасываем с себя ряд текущих, ряд метких текущих работ. И вот в следующие пару недель мы с вами будем говорить, откуда можно довольно быстро вытащить деньги в бизнесе. Я надеюсь, что вы увидите массу возможностей. Да, так что помощник, вот это то, с чего я рекомендую начать. Раб, ну это вы уж сами выбирайте. Нет, не младший партнер, то есть, это не партнер, речь именно о сотруднике, который может быть удаленным. вот давайте так, у кого, как вы думаете, у кого из вас есть довольно много задач, которые можно было бы удаленно делать? Ну, то есть, не обязательно, чтобы человек сидел прямо у вас в офисе, а в принципе, он мог бы удаленно делать. Есть ли у кого-то такие задачи в большом количестве? Ну, например, все, что связано с работой в интернете, в принципе, не важно, где человек сидит. Да, много таких задач. Как вы думаете, удаленный помощник, который будет работать в интернете, удаленно на вас, ну, например, по 4 часа в день, сколько платить надо такому человеку? Сколько стоит такой человек, который будет, удаленный помощник, который будет все, что скажете, то и будет делать. Можно там найти что-нибудь, прозвонить, написать кому-то, наоборот, там проверить какие-нибудь, проверить почту, ответить на вопросы клиентов. Сколько будет стоить? Стоит 6 тысяч рублей. Это вот массово. 6 тысяч рублей русских, российских рублей, если у нас есть люди из других стран, 6 тысяч рублей по сегодняшнему курсу это 100 долларов. И это то, вот, почем легко и массово можно найти. То есть, такой нормальный, удаленный помощник, ну, какой-нибудь девушка обычно, которая может массово там задача с вас снять. Нет, не студенты, нет, почему? Откуда это берется? Давайте вопрос. Откуда это берется такой ценник? Особенно для Москвы. То есть, это у многих, если кто-то из Москвы есть, это шок, что люди за такой ценник готовы работать. Откуда это берется? Как вы думаете, откуда такое берется? Откуда такие люди берутся? Готовы работать по полдня за 6 тысяч рублей удаленно, например. Как вы считаете? Ну, во-первых, это дистанционно, раз. Во-вторых, есть огромное количество людей, которые не готовы работать на полноценной работе, но ищут подработку. Ну, не только молодые мамы, это очень много кто. Это очень много кто. Кто-то, кому-то, кого-то придет, например, путешествовать, и они хотят удаленно работать, там что-то помелче делать. Кто-то просто дома сидит. Кто-то, есть огромный пласт людей, это, допустим, инвалиды, которые не могут себе нормальную работу найти, но при этом они очень хорошо могут работать за компьютером. Но есть, то есть, людей таких очень много, которые ищут подработку, особенно в регионах, и которых там дополнительно 6 тысяч рублей, будут очень приятной подработкой. Таких людей много, их найти несложно. Можете прям набрать, ну, на фрилансе таких людей много, free-lance.ru или freelance.ru, workzilla. Можете прям набрать сервис удаленных помощников. Есть даже такие сервисы. То есть, людей вам прям подберут под ваши задачи. Это будет стоить порядка 6 тысяч рублей, по крайней мере, когда я обращаюсь к таким людям. То есть, это можно очень даже недорого найти. Но это, разумеется, без специальной квалификации человек. То есть, если вам нужен какой-то вот с квалификацией человек, который умеет еще какие-то сложные навыки у него есть, ну, это подороже чуть-чуть стоит. Но, тем не менее, тем не менее, на одних звонках по межгороду разоречься. А куда вы собрались звонить по межгороду, Андрей? И зачем? Что вам мешает, если друг с другом говорить, что вам мешает общаться по скайпу? Совершенно безвозмездно, то есть, даром. И так далее. То есть, вы придумываете проблемы там, где их нету. То есть, телефония сегодня достаточно дешевая. Интернет-телефония. То есть, действие вы тоже усложняете. Да, Беларусь, Украина. Например, у нас в одном из бизнесов колл-центр. Люди с Украины сидят, заработают. Работают у меня. Люди... Есть проект, один из проектов моих, территория инвестирования. Проект по инвестициям в недвижимость. Очень успешный проект, в котором вся команда, это люди сидят... Средняя зарплата людей там 12 тысяч рублей в месяц. Если они очень хорошо работают, 15 тысяч рублей в месяц. Ну, не считая там рядовые сотрудники. Давайте так. Это люди, которые сидят в офисе в Липецке. То есть, офис этого проекта, он находится в городе Липецке. Очень хороший город. Я там ни разу не был, кстати. И вот там сидит команда, порядка 15 человек, которые занимаются всеми техническими задачами. То есть, тут тоже находите, есть масса возможностей, задешево найти людей, с которыми надо... с которыми можно работать. Вот Андрей пишет, если вы думаете, что у всех есть интернет, то глубоко ошибайтесь. Андрей, я вам раскрою секрет. Человек, у которого нет интернет, вы через интернет не найдете. И я понимаю, что не у всех есть интернет. Но на хрена вам люди, у которых нет интернета, когда есть куча, у кого интернет есть. Ну, давайте так все-таки тут тоже немножко включаться. Я охотно верю, что не у всех есть интернет. Но есть много людей, у которых есть интернет и которые готовы работать. Понятно, что много, у кого ничего-то нет. Почему Липецк? Ну, потому что у меня ключевой партнер. Вот как раз, помните, мы спрашивали, обсуждали с вами. Раньше ключевой человек, который будет драйвером проекта, он сам из Липецка. Соответственно, он там собрал команду за очень адекватные деньги, по московским меркам. То есть, точно такая же команда, сидящая в Москве, обходилась бы нам примерно в четыре раза дороже. Соответственно, это колоссальная экономия на расходах на персонал, на фонд оплаты труда. Так, хорошо, хорошо. Я про клиентов. Андрей, ну, здесь вопрос, я же сформулировал вопрос, что есть ли у вас задачи, которые можно делать через интернет удаленно. Если такие задачи есть, а таких задач много, то можно это делать. Звонки можно делать через интернет-телефонию, которую вы будете оплачивать точно так же этому человеку. И это будет стоить точно столько же, сколько если бы он звонил из вашего города. то есть, это не проблема. Хорошо, хорошо, с этим разобрались. То есть, помощник – это тот человек, которого я рекомендую вам найти как можно скорее. И давайте, вот, если вас эта идея понравилась, вот напишите, пожалуйста, кто с этим согласен и кто готов заняться этой задачей в ближайшую неделю. Поиск персонального помощника для себя. Может быть, удаленного, как я вам рекомендовал. Отлично. Давайте, вот, это еще одна задача вам на ближайшую неделю. Найдите удаленного помощника. Вот Денис пишет, у меня есть это очень удобно. Совершенно верно. Мне он не нужен, но если не нужен, скорее всего, это говорит о том, что вы слишком себя жалеете, слишком мало на себя взваливаете. Это тоже повод задуматься, что что-то как-то вы мало делаете, мало задач на себя берете тоже. Ну, не обязательно, но это задуматься. Так, хорошо. Хорошо, как подбираете драйверов? Давайте это не сейчас. Это уже вопрос по персоналу. Это мы отдельно будем обсуждать. Тема найма персонал. Вот еще отдельно спрошу. Именно найм персонала актуальна ли задача? Это потому что прям вообще большая отдельная задача, и я готов много времени посвятить ей, если это актуально. Если найм, как именно нанимать людей толковых быстро и эффективно и недорого. Потому что найм – это прям отдельная задача, часто актуальна. Хорошо, с этим очень актуальна. Хорошо, значит, будем разбирать. Так, ну, вот Андрей не актуальна, но многим актуальна. Самое сложное. Здесь тоже, здесь у нас точно такой же принцип конвейера, который надо выстраивать. Я тогда в один из дней поставлю эту задачу, чтобы нам этот вопрос, да внесу его в список на голосование. Вы, пожалуйста, голосуйте, то есть тут вы сами будете у нас последовательность тем определять. Да, и как отсечь на хлебников, это тоже очень важно, конечно. Что должен делать руководитель? Управление, коучинг, то есть персональная проработка, наставничество и мотивация ближнего круга. Это первая задача. То есть первая задача – быть наставником для ближнего круга людей, руками которых вы начинаете развивать бизнес. Если бизнес совсем маленький, то есть пока весь персонал это 3-4-5 человек, 10, то соответственно вкладываться в них. Вторая задача – выстраивание систем чужими руками. То есть не лезть самому что-то чинить, допустим, настраивать работу сайта, а чужими руками выстраивать вот это. Третья точка – контроль KPI, ключевых показателей эффективности бизнеса. Здесь очень часто многие бизнесы работают вообще без KPI, вообще без показателей. Ну то есть либо на уровне самых общих показателей, типа объем продаж такой-то, прибыль такая-то и все. Почему важно KPI? KPI – это как приборы в самолете. Вот представьте, ваш бизнес – это самолет, он летит. В самолете есть масса приборов. Если вы когда-нибудь видели, вот панель приборов самолета, там огромное количество индикаторов, и все или почти все из них очень важны. Точно так же в бизнесе у вас должна быть такая панель приборов. Обычно это порядка 10-15 ключевых индикаторов, но еще может быть десятки и даже сотни вторичных, уже более таких глубоких по конкретным подразделениям, отделам, направлениям и так далее. Ну хотя бы десяток-полтора основных индикаторов у вас должно быть. К этому мы тоже подойдем, но вот тема KPI где-то у нас там на пятом и шестом месте пока тоже очень актуальная тема, как выстраивать цифровые индикаторы и не цифровые. Вот кто-нибудь из вас знает, что есть неизмеряемые показатели эффективности и что с ними делать. Ну например, как лояльность команды, вот как ее измерить, или степень контроля бизнеса. То есть эти вещи их тоже нужно замерять. Просто многие не знают как. Это тоже будем проходить с вами. Периодический случайный контроль. То, что должен делать руководитель проводить сам, либо чужими руками. Это для сохранения контроля и власти в бизнесе, чтобы бизнес не терять управление в нем. И личное ведение стратегических направлений, самых высокоприбыльных проектов, самых ключевых клиентов и продажей маркетинг. То есть то, куда в первую очередь стоит вкладываться. И есть такая очень хорошая книга «Менеджер мафии». Если не читали, советую почитать, как выстроена система управления в мафиозных структурах. И там очень хорошая фраза, что настоящий идеальный день руководителя выглядит так. С утра руководитель приходит к себе на работу, смотрит на список задач и делегирует 90% из них. Затем смотрит на оставшиеся 10% и делегирует их тоже. Поэтому вот основная наша функция – это не пытаться делать что-то самим, самостоятельно, своими руками листь, а сбрасывать все на других людей. И ключевой вопрос – это не что делать, а наоборот кто. Кто будет это делать? И возвращаясь к нашей скульптуре любимой, роденовской, что старайтесь как можно больше отсекать лишних вещей. Как можно больше отсекать лишнего. Вот это, наверное, та вещь, на которой я прошу вас сфокусироваться в течение ближайшей недели – это отсечение лишнего. Потому что просто отсекая лишние вещи, на которые вам не стоит тратить свое время, силу и энергию, вы можете сделать колоссальный рывок вперед. И надеюсь, что сделаете. Надеюсь, что сегодня мы с вами последние несколько часов провели с пользой. И эти вещи вы будете внедрять, и они помогут вам действительно стать намного более эффективными в бизнесе и высвободить хотя бы часть своего времени для действительно важных вещей, о которых мы с вами поговорим на следующих неделях. На этом от меня на сегодня все. Пожалуйста, ваши вопросы, пожалуйста, ваши подписывайтесь на куру! Давайте я его соединен! Продолжение следует...